МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По состоянию на 30 марта число заболевших коронавирусом в России превысило 1800 человек. По данным оперативного штаба, случаи заболевания зарегистрированы в 71 регионе. Михаил Мишустин призвал региональные власти к ведению режима всеобщей самоизоляции, по примеру, Москвы и Подмосковья. Премьер отметил, что основная задача властей минимизировать распространение ковид-19. В феврале выручка российских аптек оказалась на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость лекарства выросла более чем на 11,5%. В Ордане в связи с пандемией начали раздавать продукты малообеспеченным семьям. Доставкой занимаются военные. В планах правительства также помочь людям, потерявшим работу из-за карантина. В китайской провинции Хубей возобновлены пассажирские авиарейсы. Сообщается, что железнодорожное и авиасообщение с Уханем, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса, откроют 8 апреля. С понедельника в столице введен режим самоизоляции для всех жителей. Аналогичные меры начали вводить и в других регионах страны. В целом, все предпринятые действия по защите населения от коронавируса правильные, но их явно недостаточно, считают в КПРФ. Что касается правительства, пока оно предлагает ограничительные меры и некоторые меры защиты тем, кому очень тяжело. Но этих мер крайне недостаточно. Например, американцы уже договорились почти 3 триллиона долларов влить в экономику. Это более 10% от их ВВП. А наши пока выделили 0,3% от ВВП. Это жалкие крохи, которые мало кому помогут. В зоне риска сегодня миллионы человек. В основном это старики и люди с ослабленным иммунитетом. Это те, для кого прежде всего необходимо принять меры по защите от коронавируса, считает Геннадий Зюганов. На мой взгляд, сейчас очень важно принять меры по защите прежде всего тем, кому тяжело. Это те, кто перенет тяжелые болезни, кто являются хрониками и кто одновременно имеет солидный возраст. Новая инфекция нанесла серьезный удар по экономике страны. И прежде всего по малому и среднему бизнесу, не считая самозанятых, которых в стране почти 30 миллионов человек. Надо принимать сейчас долгосрочные меры. А пока Сулуанов только обещает что-то тратить, а надо думать, как развивать свою экономику, свою производство. У нас для этого многое есть. Надо учиться у советской страны. Советская страна принимала исключительно энергетические меры. Чтобы преодолеть кризис, нужно в корне менять всю систему управления, считают в КПРФ. Капитализм по всему миру терпит сегодня сокрушительное поражение в борьбе с новыми вызовами. Тот американизированный глобальный капитализм, который строили, сейчас на глазах разваливается. Это видно по Америке, которая не справляется с болезнью. Это видно по Евросоюзу, который на глазах разваливается, не в состоянии помочь даже ни Италии, ни Испании. Это видно по всей инфраструктуре, которая заточена была на обслуживание капитала. Благодаря советской системе здравоохранения мы преодолели чуму, холеру, сибирскую язву, малярию и другие смертельные заболевания. Сегодня необходимо максимально учесть опыт СССР. Опыт, который имеет мировое значение, подчеркнул Геннадий Зюганов. На днях Капмин утвердил новый состав комиссии по импортозамещению. Её председателем вместо Дмитрия Медведева назначен вице-премьер Юрий Борисов. Ранее он курировал оборонно-промышленный комплекс. То, что его Медведева заменил Борисов, не случайно, потому что прежде всего необходимо обеспечить импортозамещение в оборонно-промышленном комплексе. Хотя, с моей точки зрения, такое импортозамещение нужно и по другим отраслям. Комиссия была создана на волне антироссийских санкций Запада в 2015 году и, по данным Росстата, не сильно преуспела в деле импортозамещения. По мнению экономистов, чтобы сдвинуться с мёртвой точки в этой сфере, необходимо изменить сами подходы к экономической политике. Надо говорить не просто об импортозамещении, а необходимо говорить о индустриализации 2. О индустриализации 2, я напомню, преследовало две основные цели. Первая цель – это создание полной экономической независимости, фундамент суверенного государства. И второе – это укрепление обороноспособности страны. А для этого необходимо, безусловно, создание единого народно-хозяйственного комплекса со всем набором отраслей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова